Ты кормить нас сегодня будешь? В решении у секретариата Ассоциации пролетарских музыкантов джаз-банды как агентов буржуазной культуры кормить не велено. Что ты сказал, гад? Кто агенты? Вы. Вот, газеты читать надо. Шоу вежливых людей. Ну что же, всем добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Наши дорогие радиослушатели всех с пятницы. Это шоу вежливых людей на радио Медак Псков и в студии Ярбин Александр и Валерий Гусей. Гусев, Валера, привет. Да, здравствуй, Саша. Привет всем нашим радиослушателям, кто заканчивает этот рабочий день, эту рабочую неделю и направляется домой. Ты знаешь, эту рабочую неделю, эту пятницу мы заканчиваем, так сказать, с песней. Да, на музыке. На музыке, да, потому что сегодня празднуется Международный день музыки всех музыкантов, тех людей, которые, не знаю, любят петь, писать музыку. Да и просто слушать какую-то хорошую, интересную музыку мы, конечно, с этим праздником поздравляем. И сегодняшний наш эфир будет посвящен, конечно, этому виду искусства. Да. Ну, может быть, именно поэтому из-за Дня музыки у нас сегодня было мероприятие тоже музыкального характера. Оно прошло в Пскове. И к нам кто приехал? Ой, приехала наша с вами землячка. Да, я думаю, что многие уже слышали. Мы из-за вселенной. Вот так вот, если я не ошибаюсь, с 2008 года. Оксана Федорова. Оксана Федорова посетила сегодня Псков с проектом «Музыкальное путешествие». Да. Вот. Значит, что это такое? У многих, наверное, возникает вопрос. Этот проект, он направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения. И благодаря нему ребята познакомятся с интересными, а порой и малоизвестными фактами о музыкальной истории регионов, где жили и создавали свои бессмертные произведения великие композиторы и музыканты. Вот в Пскове также пройдет съемка телепрограммы. Да? Да. Творческая встреча с Оксаной Федоровой и концерт с участием юных талантов Псковской области. Так вот, что хочется сказать, что сегодня в течение нашего эфира, я думаю, что мы попробуем связаться с Оксаной Федоровой. Да, задать несколько вопросов. Ну, я думаю, что нам есть о чем поговорить. Вот так вот. В общем, да, почему бы нет. Друзья, на всякий случай скажем вам телефон нашего прямого эфира 62-80-30. Если у вас есть желание поделиться каким-то своим любимым исполнителем или исполнительницей, а может быть захотите спеть нам песню какую-то, мы будем этому только рады. 62-80-30. Да, и в течение нашей программы мы разыграем билет на два лица в театр Пушкина. Да, на бэби-спектакль «Невероятное приключение голубя Петра». Бэби-спектакль, переведу на наш русский язык, это спектакль для самых маленьких деток, который состоится уже завтра, но о том, как мы его разыграем, я думаю, что сегодня в течение эфира мы вам объявим по этому услугу. Раз спектакль детский, у нас будет детская загадка про музыку. Да, хорошо. Ты не против? Я только за. Ну и прекрасно. Может, мы сразу и зададим? Да, если мы готовы, то да, давай зададим. Так, итак, друзья, детская загадка. Пожалуйста, на наш WhatsApp-номер присылайте ваше сообщение. Саша, ты его помнишь? Плюс 7900-993-01-05. Итак, внимание. На первом звучит музыка и танцуют дамы и кавалеры. Второе – разделительный союз в русском языке. Третье – порода собак. Это музыкальная загадка. Расшифруйте ее, присылайте ваш ответ на наш номер и получайте билет Билеты на невероятное приключение Голуба Петра Еще раз повторяю наш ватсап номер Плюс семь девятьсот девять девять три ноль один ноль пять И давай еще раз скажем все-таки, если мы сможем повторить загадку Еще раз задание для тех, кто, может быть, только включил свою мозговую деятельность Для того, чтобы все-таки выиграть два билета Итак, на первом звучит музыка и танцуют дамы и кавалеры Второе – разделительный союз в русском языке Третье – порода собак Очень простая детская загадка Да, все, ну а мы потихонечку будем начинать наш эфир И сегодня будем связываться с нашими псковскими музыкантами Интересными личностями, которые так или иначе двигают и популяризируют музыку Не только в нашем регионе, но и в целом по стране Сейчас нам хотелось бы поговорить с заведующим концертным залом БКЗ областной филармонии Человеком, который пишет музыку, Александром Боярковым Александр, здравствуйте! Да, добрый день! Здравствуйте! Во-первых, с праздником вас, Александр! Да, спасибо! Александр, вы вот как композитор следите за трендами в мире музыки вообще? Слушайте, ну достаточно поверхностно я думаю все-таки Да, а вот вам какая музыка интереснее, популярная, какие стили и жанры предпочитаете? Слушайте, очень разная, но я правда слушаю довольно много музыки разной, ну начиная от классики и по работе, и по своей... По душе? Да, 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 и заканчивая, не знаю, слушайте, ну всякую там, ну электронику и рок и все... То есть, Александр, вы такой меломан настоящий, да? Ну да. Ваши уши и голова открыты любым стилем и направлением. Да, абсолютно. Ага, а насколько мы знаем, еще композитором вы являетесь. Расскажите, пожалуйста, для каких проектов пишете музыку и что это за музыка? Ох, слушайте, мне слово не нравится. Так, давайте заменим его. По отношению ко мне. Ну, бог с ним, ладно, да. Ну, как бы за все время было достаточно много проектов, в которых я участвовал, не знаю, десяток, наверное, может больше даже. Сейчас активные проекты, такие относительно активные, скажем так, это два, это группа Дрифт и проект, который называется Sky Trust. А что это за стиль музыки? И то, и то электроника, по большому счету. Наверное, Дрифт это ближе к стиль-хопу, к даунтемпу, что-то такое. А Sky Trust, ну, такая совсем электроника темп. А почему вы остановили свой выбор, Александр, на электронике? Потому что мы вас знаем как рок-музыканта, да? Когда-то же вы были в рок-банде. Почему все-таки на электронную сторону перешли? Ой, слушайте, даже и не знаю, как-то в свое время стало очень много нравиться разной музыки электронной как-то вот. И есть, видите, нюанс, ее можно делать практически одному и ни от кого не зависит. Это огромный плюс, конечно. Ну вот, Александр, согласитесь или, наоборот, не согласитесь с тем, что Псков, возможно, достаточно консервативный город в плане музыки. И это электронная музыка, может быть, это больше для столиц. Как у нас вообще воспринимают такие направления музыки? И есть ли прям ценицы электронной музыки? Ну, или это совсем уж такие маленькие какие-то объединения? И куда податься музыканту, который занимается электронной музыкой, да, там, поет, пишет, вот в нашем городе? Слушайте, ну, видите, как бы вообще сейчас говорить по поводу музыки и привязки к какому-то городу конкретному, мне кажется, это не очень правильно. Потому что с развитием интернета мир для музыканта сильно расширился, скажем так, да. Поэтому в городе даже не знаю, но, видите, сейчас концерты проходят достаточно редко в связи с известными причинами. Но как-то все ушли в онлайн и, в общем, что-то делают там. То есть, ну, музыка есть на всех стриминговых платформах и так далее. Александр, а вот лично ваши композиции, созданные вами, музыку, где можно послушать? У вас есть социальные сети, где вы публикуете, либо, опять же, на специализированных только площадках размещаете материалы? Нет, конечно, есть паблики в социальных сетях во всех известных. И есть на стриминговых платформах, там, Apple Music и Spotify, и куклская платформа Google Play, в принципе, везде все есть, да. И можно там ознакомиться, да? Да, конечно. Какие-то, может быть, планы ближайшие? Да, может быть, снова клип Псковской группы... Покажут на федеральном музыкальном канале. На MTV? Слушайте, ну, не знаю, вот прямо сейчас в ближайших планах клипа, наверное, нет. Но я сейчас сделаю новый материал для нового релиза. Когда выйдет, сказать, трудно, вот. Ну и концерты, собственно, поставлены на паузу, к сожалению. К сожалению. Это история клубная, да, то, чем я занимаюсь, скорее, все-таки, да. Но не для больших залов такая достаточно. Александр, расскажите, пожалуйста, немного о группе Sky Trust. Мы просто ее будем слушать сегодня. Да. Ну, это проект, который начинался как абсолютно студийный такой, да. То есть я там один записал несколько релизов, вот. И потом это переросло в такую более живую историю. То есть сейчас есть состав живых музыкантов, и как бы вот мы, собственно, даже что-то живем, делаем, пробуем. У нас, собственно, перед самой пандемией в 2020 году сорвался вот такой первый серьезный концерт, который должен был быть живым составом именно, да. Вот. И, собственно, вот пока, да, пока концертов нет, пока, ну, репетируем, да, в общем, и вот. И что-то пишем новое. Ну, музыку, понятно, вы пишете, а слова? Кто автор слов? Ну, очень по-разному. Где-то и я. Я, правда, стараюсь этим не делать. Ну, вот композиция Illusion у нас прозвучит. Нам надо знать автора слов, если подскажете нам. Ну, Illusion, автор слов, это совместная работа моя и моей старой знакомой, очень хорошей подруге Наташи Рыбчевской, которая живет в Штатах сейчас и, в принципе, язык там в ровне носителя, поэтому текст делали вместе на этот трек. Ага, ну, то есть не мешает какой-то совместным коллаборациям, да, то, что в Гопскове, а на Штатах. Так. Александр, наверное, такой последний вопрос, максимально нескромный, да, подскажите, пожалуйста, а вот по вашему мнению, кого в Пскове вы можете назвать музыкантом с большой буквы, если вообще можно об этом рассуждать? Кроме себя, конечно. Нет, я бы себя так не назвал, как раз по этому дату. Слушайте, ну, не знаю, довольно много людей, которых можно так назвать, вот. Ну, в первую очередь, наверное, приходит на ум Аркадий Валентинович Голковский со своими музыкантами, да, как бы, ну, с его квартетом. Катя Андреева, вот, да много как-то есть, сейчас начну перечислять. Ну, да, да, в принципе. Ну, как я понимаю, конкуренции музыкальной в нашем городе, как таковой, нету, и все музыканты дружат, общаются друг с другом, да, или даже смотрят. Да, совершенно верно. Нет какого-нибудь изгоя, белой бароны. Это и хорошо. Александр, спасибо вам большое, еще раз поздравляю вас с праздником, ну, и желаем новых треков, релизов. Да, до свидания. А мы все вместе сейчас попробуем, да, оценить группу Sky Trust с композицией Illusion, послушаем. Давайте посмотрим, что это. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Не знаю, как вам, друзья, а нам эта песня с Александром зашла. Зашла, да. Такое приятное пятничное настроение создаёт, и ещё более приятно, что эту музыку делают в Обскове. Да, так что найдите, пожалуйста, в соцсетях или где-нибудь в интернете Sky Trust Illusion. Illusion называется, да. Эта композиция. Ну, а мы будем двигаться далее, и я думаю, что от электронной музыки перейдём, наверное, в более классической. Хотя не сказал бы, что совсем классической музыки. Поговорим мы немножечко про гусли. Да, у нас есть замечательный исполнитель, исполнительница Ольга Глазова. Композитор, поэт. Она издала уже несколько дисков музыки для гуслей и восстановила утерянную технику игры пальцами на этом уникальном русском народном инструменте. И как она это сделала, мы, конечно, спросим у неё. Да, уточним. Но стоит сказать о том, что Ольга достаточно известный человек в музыкальном мире, да. Я думаю, что её YouTube-канал самый популярный, канал про гусли, про вот этот вот древний инструмент. Она умер от более 30 международных и всероссийских конкурсов исполнителя народных инструментов. Вот так вот. Прямо сейчас я надеюсь, что мы с ней пообщаемся и узнаем, как же ей удалось восстановить эту технику игры пальцами на гуслих. Валер, ты... Да, Ольга, здравствуйте. Да, здравствуйте. С Днём музыки мы вас поздравляем. Спасибо большое вам тоже. Сегодня международное такое событие. Нам очень интересно, как вам удается совмещать, мы послушали вашу музыку, ваши композиции, вот совмещать гусли, да, и, ну, поп-музыку. Это же популярная, наверное, музыка, то, что вы делаете. Как вот эта идея возникла? Как совмещать отдаётся или как идея возникла? Ну, и то, и другое. Нас всё интересует. Всё интересует. Да как? Да очень просто. Занимаешься делом, а потом это применяешь в жизни. И, к сожалению, да, до сегодняшнего дня гусли пока выглядят как экзотика, но на самом-то деле, если погрузиться в этот вопрос, то вы увидите очень много людей, которые по-разному занимаются этим инструментом и как-то его применяют. Видите, гусли, в отличие от остальных известных нам очень обширных инструментов, типа гитары, пианили, барабаны. Так вот, в отличие от этих инструментов, гусли могут быть и должны быть любыми и разными. То есть сами инструменты. Количество струн, натяжение, вплоть до цветокорпуса. Здесь нет определённого шаблона. И поэтому этот инструмент в этом смысле, в смысле, скажем так, творческом для каждого человека, этот инструмент очень даёт, так сказать, фору другим. Я знаю, что у вас свои гусли тоже какие-то. Вы изобрели, можно сказать, их заново, да? У вас какие-то особенные гусли? Заново. Немножко особенные, да. Я просто подумала в один момент, что мне мало того инструмента, на котором я занималась в Псковском колледже и в Санкт-Петербургской консерватории. И поэтому я попросила сделать мне особенные. То есть в первую очередь я увеличила диапазон, попросила, точнее, мастера увеличить его. А дальше уже, получается, начала менять репертуар и основной приём игры. То есть мне больше всего интересно играть на гуслях пальцами. Пальцами, да. А сколько октав тогда получается в ваших гуслях? У меня получается четыре. Четыре октавы. А в обычных гуслях их меньше? Смотрите, да, конечно. В традиционных их буквально полторы. В клинических их там две с чем-то. А у меня получилось 28. То есть четыре октавы и ещё две струны. То есть ваша техника игры пальцами без медиатора, это тоже что-то новое ведь? Ну, вы знаете, я думаю, что когда-то давно, когда люди придумали гуслях, то они маловероятно, что взяли в руки медиатор и начали им играть. Правда? Да, пластика не было же. Сначала. Как минимум. Может, черепахи были, но жили где-нибудь далеко. Вот. И поэтому наверняка пальцами играли. А сейчас, ну, в том мире, в котором я оказалась и выросла, применение медиатора почти стопроцентное. Ага. А тяжело играть пальцами? Может быть, больно даже? Да. Мозоли? Нет. Нет, мозоли никаких нет. Но если вы будете играть каждый день по два часа на протяжении 14 дней точно, да, то они будут. И они помешают, потому что тогда у вас не будет сцепления со струной. То есть, не надо много заниматься. Ну, и вообще, это было бы очень странно, если бы каждый день делали какую-то свою сборщику работу. Да. Все. Саша хочет спросить. А я его перебиваю. Саша, спрашивай. Хочу спросить. Такой простой вопрос. Вот. Когда вы начинали заниматься гуслями, да, вам не казалось, что в современном мире это, ну, может быть, не востребовано, то есть, ну, не популярно. То есть, вы очень такую тернистую и долгую тропинку выбрали в своем музыкальном пути. Если бы, допустим, сразу там пошли бы, как вы говорите, на более популярные инструменты фортепиано-гитара, вот, то когда вы начинали, да, именно свой путь, вы рассчитывали, что достигнете таких высот, которые сейчас имеете? Смотрите, если бы никто никогда бы не выбирал что-то необычное, тогда бы мир бы не развивался. То есть, мы сейчас не с той стороны задаем этот вопрос. То есть, если так посмотреть на что-то новое, то, ну, давайте ничего и не будем делать, потому что, ой, этого нигде нет. Давайте посмотрим на эту проблему со стороны, что это еще не попытно. А еще, когда ты понимаешь, что у тебя, по сути, нет конкуренции вот какой-то своей идеи хотя бы, то ты вообще один-единственный. Слушайте, я у вас одна-единственная. Да. Это же хорошо. Да, Ольга, вы опытный музыкант, мы это знаем. Вы принимали участие в записях альбома группы «Аквариум», даже такое событие было. Скажите, есть ли планы у вас какие-то творческие, тоже выступить с кем-то, сыграть у кого-то на концерте? Поделитесь с нами. Слушайте, вообще было бы прекрасно поучаствовать со всеми музыкальными коллективами, которые играют какую-нибудь сложную музыку. То есть это не обязательно популярные коллективы, это именно там, где проходит какая-то интеллектуальная музыканская работа. То есть, конечно, Гребенщиков, «Аквариум» — это прекрасно, это очень интересно. Но сейчас я нахожусь в работе, как бы я детали оркестра Антона Беляева группы «Термиц». Я у них занята в проекте «Лаб». И с этой точки зрения, это еще более крутая работа, чем в «Аквариуме», потому что здесь, во-первых, проект, куда приглашают звезд, и они восполняют свои песни в сложных аранжировках, а во-вторых, у меня нет над. И то есть, по сути, я играю в то, что я придумываю. По ходу, да, прямо импровизация получается. Да, по сути, это импровизация, да, она немножко подготовленная, то есть там мы с Антоном слушаем, что я придумала, говорит, комментирует, но, по сути, это вот конкретная работа моего мозга, и они знают во мне, что я специалист, и можно мне доверить это. Здорово. Ольга, я послушал несколько ваших песен на английском, языке, вот мы хотим поставить в эфир композицию под названием «With you», что это такое, кто автор слов, автор музыки, все вы? Да, все автор – это я. Замечательно, ну что же. А о чем эта песня? Ну, это такое про любовь, конечно же, такая общая философская мысль про то, как мы, точнее, давайте не так, про то, когда ты любишь кого-то, ты как бы в нем оставляешь частичку себя, это уже немножко про современное слово «созависимость», когда ты живешь другим человеком, вот. Но, с другой стороны, как другой человек у тебя что-то забирает, и что как это, скажу так, перепромысливается человеком, когда, например, любовь заканчивается, или, например, любовь прекращается. А давно вы написали эту песню? Да, вы знаете, в 2014 году, в августе, в конце августа. Трудно ли петь на английском языке под русский инструмент? Вот такой вопрос у меня. Опять, вы задаете хитрый вопрос, добавляя просто какие-то конфликтные слова. Ну, смотрите, мы можем, во-первых, ну, что с того русские гусли? Ну, почему обязательно нам говорить, что русские? То есть, мы можем, не следует ли акцентировать на это внимание, мы можем под любой инструмент петь на любом языке. Нет в этом никакой проблемы. Единственное, что точно, чтобы петь на английском языке, это говорят самые сложные вокалисты, потому что этот язык и его произношение очень сложно ложиться на человеческий ртовой голосовой аппарат. Ну, и русским людям, наверное, все-таки сочинять английскую, музыку с английским текстом, наверное, сложновато, может быть. У нас же разный строй у языка, да, английского и русского. Вы знаете, там проще выразить некоторые мысли, потому что на определенную фразу мы будем тратить иное количество гласных звуков, иное количество таких словесных вот маленьких деталек лего. То есть, это очень интересный опыт, его надо всем посоветовать, тем, кто интересуется языками, чтобы свои разные мысли, точнее, одну мысль прояснять на разных языках. Это очень интересно. Да, здорово, Ольга, спасибо вам большое за ответ на наши вопросы. Еще раз в Днем Музыки. Всего доброго. Да. До свидания. Ну, а прямо сейчас в эфире послушаем композицию Ольги Глазовой, которая называется With You. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok With You With You With You Субтитры создавал DimaTorzok With You You can see where I go when I'm far away Tell me why it happened to us again I still think and I want to stay with you I still think and I want to stay with you With you With you Какая красивая музыкальная композиция. Да, когда еще услышишь гусли, тем более в исполнении Ольги Глазовой. Замечательная композиция называлась With You. Ну, а мы будем двигаться далее. И у нас есть еще один известный музыкант из Пскова. Да, но, понимаешь, мы сейчас говорим про музыкантов, которые там играют на гуслях, на каких-то еще инструментах, а здесь человек, который пишет непосредственно музыку, да, различных направлений, да. Сейчас мы пообщаемся с Сергеем Флэшманом, это диджей, тоже к музыке имеет он прямое отношение, написал не один ремикс, и узнаем вообще, как это получается. У нас Сергей уже с нами на связи. Сергей, добрый вечер. Да, друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ждем музыки вас тоже, поздравляем. Да, спасибо. Сергей, как я понимаю, были вы диджеем, да, а потом как-то решили начать писать музыку. Как произошел вот этот вот переход от того, это когда, может быть, закрылись клубы, не стало выступление, вы решили, что пора писать музыку, или это случилось раньше? Нет, это произошло гораздо раньше, это, мне кажется, даже естественным развитием. Любой диджей рано или поздно задается таким вопросом, откуда же эта музыка берется и как же она создается, и любой диджей, могу вам гарантировать, делает какие-то попытки, и какие-то удачные, какие-то нет, но так в итоге это естественное развитие, скажем так. Ага, ну вот хотелось бы немножко пояснить нашим радиослушателям в том числе, вот мы говорим там, как вы пишете музыку, да, вот что такое сейчас в современном мире в 21 веке, в 21 году писать музыку, что для этого необходимо? Вдохновение необходимо, например? Да, разумеется, без идей ничего не будет, и идеи пока еще не продаются, то есть их нельзя купить, идеи в наших головах, и без этого никак. Ну, знаете, извините, что перебиваю, знаете, да, говорят, 7 нот, да, но столько вариаций из этих 7 нот создано, да, миллионы музыкальных композиций, как вообще такое получается? У вас есть ответ на этот вопрос? Да я даже больше скажу, что избитая тема вроде бы про любовь, а песен все больше и больше, и тема еще не закрыта, и долго не будет как бы закрываться, то есть свои интерпретации люди рассказывают на эту тему, поэтому здесь нету конца и края, А если вы спрашивали про техническую сторону вопроса, то отвечу вам, что сегодня это действительно так, вам нужен мощный компьютер или ноутбук, этого достаточно. Ну, желательно, конечно, иметь какую-то акустику или же обратиться на студию, чтобы послушать свою работу в идеальных условиях, но фактически сегодня нужен только ноутбук, потому что все наши физические синтезаторы, все наши гитары, рояли сегодня присутствуют в виде виртуальных эмуляций внутри вашей машины. А вы какой пользуетесь компьютерной программой, музыку когда создаете, пишете? Я пишу в программе Reaper, это, если вы помните, там такая история хитрая есть, был такой проигрыватель музыкальный, Vinamp. Да. Вот создатель этой программы, когда продал свою компанию за много-много денег, решил увлечься записью барабанов, понял, что ему неудобно, и создал программу Reaper. Вот, и я как бы обучаю этой программе, у меня есть YouTube-канал, я вот как пропагандирую, скажем так. А вот сами музыку пишете в каком стиле, Сергей? Я работаю в электронике, то есть, как я говорил, это естественное развитие, то есть любой диджей, да, то есть прежде всего это танцевальная музыка, но вот вы меня спрашивали про карантин, про все вот эти, как это сказалось, я сейчас больше сосредоточен на звукорежиссуре, меня интересует звук, и я больше помогаю нашим псковским музыкантам, скажем так, зазвучать. То есть, вот есть какой-то музыкант, он говорит, вот идей куча, а вот не звучит, помоги-ка там с аранжировкой или там каких-то битов модных, вот, и я с этим стараюсь помочь. Тогда вы знаете ответ на наш вопрос, кто такой Константин Духанский? Константин Духанский, это мой товарищ, мы с ним земляки, с края области, с города Невель, вот мы там родились в разный период времени, познакомились, он сказал, ты знаешь, я вот пишу песни под гитару. Но очень хотелось бы, чтобы это звучало немножечко модно, чтобы это немножечко молодежно, он обратился ко мне, я написал ему музыку, я говорю, вот, исходя из твоего текста, я сделал вот такую музыку. Он послушал, сказал, я готов на этот бит записаться. Да, и мы записались в моей скромной однокомнатной квартирке, мы записали его голос, я это все свел, и вот то, что мы с вами скоро послушаем, вот, как бы, результат нашего труда. Так не будем же откладывать в долгий ящик. Да, Сергей, спасибо вам большое, еще раз в нем музыки, ну, а прямо сейчас мы послушаем композицию, эксклюзивно, дорогие друзья, у нас будет композиция под названием «Запах». Давайте послушаем. Так, вот так меня будет слышно, отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Я был мертв, и век мой был, как будто слеп, закрыв глаза на тяжести, им лично высранных лет. Бегу от бед, но вечно в сети зло смеющегося рока попадаю. Спаси меня, я пропадаю. Чем дальше ты от моих глаз, тем ближе к сердцу. В голове туман, обрывки, фразы. Никуда не деться, никуда не деться, мне никуда не деться. Я закрою все окна, я повешу на двери замок. Чтобы запах духов твоих улезнуть из квартиры не смог. Я закрою все окна, я повешу на двери замок. Чтобы запах духов твоих улезнуть из квартиры не смог. Улезнуть из квартиры не смог. В голове туман, обрывки, фразы. Никуда не деться, никуда не деться, мне никуда не деться. На самом деле всякие причины... Композиция под названием «Запах» звучит в эфире радио «Маяк Псков». Шоу «Вежливых людей». Кто знает, может быть, через неделю она зазвучит на радиостанциях федерального уровня, а может быть, и мирового. Я в этом не сомневаюсь. Тоже замечательная лирическая композиция. И тоже написанная у нас в нашем регионе, что приятно, есть таланты. Продолжим и поговорим немножечко мы о таком направлении музыки, как рок. Как ты вообще, Валерий, относишься к року? Ну, это мое любимое направление, скажу вам честно, дорогие друзья. И у нас сейчас на телефоне будет Александр Григорьев, тоже музыкант, псковский, известный. Играет он, по-моему, с 90-х годов, тоже рок-музыку. И сейчас мы зададим ему несколько вопросов и поздравим с Днём музыки. Александр, приветствуем. Привет, Илья. Саш, вопрос такой. Как всё-таки правильно обращаться к тебе? Саша или Грегори, вот по-пиратски, как тебя называют в группе? Как угодно. Как угодно. Первого выбрасывающего. Хорошо. Ну что же, во-первых, да, с Днём музыки. Саш, сейчас, как я понимаю, выступлений нету, да, в связи со всеми понятными причинами. Как-то репетируете? Пишите ли новую музыку? Как вообще занимаете себя вот в этот карантин? Ну, обязательно пишем, репетируем, пишем новую музыку в первую очередь, потому что останавливаться нельзя. Ага. Из какие-то треки выходят у вас всё-таки, я правильно понимаю? Ну, постепенно, да. Вот недавно вышел «Синглз», как бы. Хорошо, Саш, вот коллектив у вас мужской, да? Коллектив у вас мужской, четыре человека. Насколько сложно коммуницировать друг с другом, вот, либо же, ну, у каждого свои тараканщики в голове, нет-нет, да возникают? Да, на самом деле не сложно. Мы вместе в 8 лет, поэтому уже, по-моему, море покалило. Это шикарно. А вот такое направление, как рок, да, панк-рок, если быть точным, насколько в городе оно у нас востребовано? Есть ли настоящие любители рока у нас, либо же приходится каждого слушателя завоёвывать? Ну, нормально востребовано, как бы, можно судить по количеству людей на наших концертах. Да, и ещё один вопрос, может быть, последний, Александр, несколько лет назад у вас был имидж таких шотландцев, да? Вы ходили в кильтах, сейчас что носите, во что одеваетесь? Ну, периодически надеваем кильты, не забываем, а так, как бы, ну, не знаю, образ нормальных обычных пацанов. Пиратов. Обычных пиратов. Пиратов, может быть, какими ближайшими планами поделитесь? Может быть, выходит новый трек, альбом, может быть? Ну, в ближайшее время, вот, EP из трех песен, можно будет ожидать. Вот пока всё. Вся информация в группе ВКонтакте, как говорится. Саш, а вот подскажи, пожалуйста, группа Капитан Смолит, ты это сказал, что существует уже 8 лет, а почему за 8 лет так и клипа не появилась? Ну, на самом деле, как бы, вот, першло на нас, вот, 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 видео, но я думаю, что появится. Стоит уже, как бы... Саша хочет выступить продюсером, я так понимаю, вашего клипа. С удовольствием. Саш, да, будем мы с тобой потихонечку прощаться и скажем, что сейчас у нас в эфире прозвучит песня группы Капитан Смолит, если знаешь такую, да, под названием «Фолк, панк, рок». Автор слов и музыки ты, Саш? Слушай, ну, я сейчас точно не вспомню, насколько я музыка. Музыку, я думаю, что именно в эфире мы уже совместно писали, потому что как-то у нас так повелось. Сейчас мы зачастую пишем уже вместе. Ага, прекрасно. Ну что же, будем мы с тобой прощаться. Спасибо тебе большое. И до встречи на концертах. Надеемся, что скоро нам их вновь разрешат. Друзья, ну а мы прямо сейчас вдарим рока на нашей радиоволне и песня группы Капитан Смолит, «Фолк, панк, рок». Давайте послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну а как же иначе? Я полжизни пашу, но не стал я богаче. Мне приятно вас видеть на каждом концерте. Это так греет душу. Вы только поверьте, мы играем в «Фолк, рок». А значит, вам повезло. И мы с нами друзья, несмотря ни на что. Это мой «Фолк», это мой «Фолк», все мои песни и душа моя. Танцуй со мной, как в последний раз. А лучше запомни, о чем пою я. Это мой «Фолк», это мой «Фолк», все мои песни и душа моя. Танцуй со мной, как в последний раз. А лучше запомни, о чем пою я. Столько новых друзей появилось в «Фольскобе». Хоть порою редко видимся мы, но я в сердце храню радости не в скобе. Спасибо капитану Смолету. Да, спасибо за такое вот настроение. Бодрое пятничное настроение. Да, взбодрили они нас. Ну, а мы будем продолжать наш эфир. И, конечно же, поговорим мы про одно из главных событий, которое случилось сегодня в нашем регионе. Его посетила Оксана Федорова с проектом «Музыкальное путешествие». Да, и мы сейчас пытаемся связаться с ней, чтобы задать несколько вопросов. И как только нам звукорежиссер даст отмашку, мы это и сделаем. А пока я напомню, что мы разыгрываем билет на «Бэби-спектакль», да, друзья мои. Я хочу напомнить детскую загадку. Она музыкальная, и зашифрован у нас музыкальный инструмент. Так вот, звучит загадка так. На первом звучит музыка, и танцуют дамы и кавалеры. Второе – разделительный союз в русском языке. Третье – порода собак. Очень простой вопрос. Это такая вот шарада. Отгадайте музыкальный инструмент, который зашифрован. Русский народный инструмент. И на наш WhatsApp-номер пишите ответ. Плюс семь девятьсот девятьсот девять девять три ноль один ноль пять. Мы продолжаем, друзья. Продолжаем дозваниваться до Оксаны Федоровой, которая хочет нам ответить на наши вопросы. Итак, друзья, напоминаем, что День музыки, Международный день музыки у нас сегодня. И мы как раз посвятили этому наш замечательный эфир – шоу «Вежливых людей». Вот пока Александр пытается связаться, я предлагаю сделать еще одну паузу. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем шоу «Вежливых людей». И прямо сейчас нам хотелось бы поприветствовать на телефонной линии Оксану Федорову. Оксана, здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте. Оксана, очень приятно слышать вас на волнах радио «Минописков». Сильно вас отвлекать не будем. Знаю, что приехали вы с проектом «Музыкальное путешествие». Расскажите в двух словах, что это такое за проект интересный? Это проект, который мы проводим с фондом благотворительным и при поддержке фонда президентских грантов. Мы растим музыкальное путешествие. Мы приезжаем в города нашей страны и рассказываем о тех выдающихся музыкальных деятелях, которые жили, творили в том или ином регионе. Посещаем места, связанные с музыкальным наследием, с музыкальной культурой. Посещаем детские школы музыкальные. И снимаем программу об этом документальном. И завершаем наш цикл выступлениями талантливых детей региона. И вот сейчас мы в Пскове. Состоялось у нас выступление детишек в колледже искусства в областном Римского Корсакова. И это было удивительно, замечательно. Пожелаем, чтобы пользовался популярностью у детей и взрослых ваш новый проект, Оксана. Спасибо большое. Самое главное, чтобы дети, которые даже не связаны с музыкой, понимали и знали, что есть, знали историю через музыку, историю своего региона. Это очень важно. Оксана, ну и второй быстренький вопросик. Нас вот тоже немножко волнует. А ваша сольная карьера продолжится? Так она продолжается. А, то есть, может быть, вы целиком ушли в проект музыкального путешествия. Если вы следите за моими выступлениями, то... Когда концерт, хотел спросить Александр, и две контрамарочки попросить. Да, только вернулись из Сочи. И сейчас будет совсем скоро концерт на свет в историческом музее в октябре. Замечательно. Ну, надеемся, что как-нибудь и в Пскове концерт тоже состоится, Оксана. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания. Да, и сейчас мы напомним о смочи одной музыкальной композиции, да, под названием «Так сбываются сны». Послушаем, и еще будет у нас один гость. Еще один гость будет, да, в эфире. А сейчас послушаем Оксану Федорову. Теперь уже в вокальном плане «Так сбываются сны». Вперед. Я пою о нашей любви, делаю я, слушаешь ты. Я не знаю, что обо мне. Обо мне ты слышал, но это неправда. Правду хочешь знать или нет? Не журналов и не из газет, так позови с собой у меня. В те далекие страны на острова, где никто не знает, кто я. Ты все поймешь и сойдешь с ума. А ты в шоке, а ты в трансе, будь со мной, я твое счастье. Ты как в море тонешь, милый, тебе нравится, что я твоя. Не знаю, что подумаешь ты, только не беги от мечты. И ты в шоке, ты в трансе, так сбываются сны. Это Оксана Федорова, наша землячка в эфире радио «Маяк Псков». А мы хотим поприветствовать в нашем эфире еще одного уникального музыканта. Я вам скажу, это Мария Анисимова. Маша, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Маша. С днем музыки. Это раз. Да, спасибо, благодарю вас тоже с праздничком. Спасибо большое. Маша, знаем, что специализируешься ты на таких странных словах, которые по факту являются музыкальными инструментами, как джембо, кахон, рамочные барабаны и многое-многое другое. Расскажи, пожалуйста, насколько у нас вообще псковичи любят играть на подобных инструментах и любят ли слушать, как играют необычные музыкальные инструменты? А знаете, любят. Я, вернувшись после такого довольно длительного путешествия, решила собрать старых и новых друзей в одном месте, сделать такой опен-эйр на берегу Псковы. И, если честно, я ожидала, ну так, человек 5-10, может быть, придут поиграть и послушать. А в итоге, конечно, пришло больше 50 человек. Да, то есть людям это довольно интересно. А это у вас такой джем был, да, если выражаясь музыкальным языком? Ну да, это был такой интерактивный мастер-класс с включением. То есть у каждого была возможность попробовать поиграть на музыкальных инструментах. Ну и впоследствии джем-сейшн совместный с танцами. Там совместные профессиональные пришли, tribal fusion. Да, знаем, такой коллектив. Маш, а как я понимаю, вас можно назвать мультимузыкантом, да? То есть вы на многих музыкальных инструментах можете поиграть. Ну да, мультиинструменталист. Мультиинструменталист, да. Да. А какой все-таки ваш любимый, к чему душа лежит, вот, когда нету концертов, выступлений, вот вы приходите домой, надеваете себе чашечку чая, думаю, тебя поиграю, и я там... На глюкофоне. На глюкофоне, может быть. Или на чем, да. А вот знаете, я затруднюсь ответить на этот вопрос, потому что все зависит от состояния. Когда мне грустно, мне нравится играть на фортепиано. Это такой излив эмоциональный. Когда мне хочется, ну так, пошаманить, да, как-то настроиться, успокоиться, я беру рамочный барабан, тар называется. А чем он рамочный? Ну, он похож на бубен, да, только на бубне играют палкой, а на таре играют пальчиками. То есть там такая тонкая-тонкая ювелирная техника. Вот, когда хочется просто чего-то такого светлого и чистого, то флейточка, да, тут приходит мне в руки. А, ну у вас большой ассортимент. Да, да, есть из чего выбрать. Человек-оркестр Марионисова. Да, Маша, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Спасибо тебе большое. И продолжай развивать, ну, такую интересную музыку, интересные музыкальные инструменты в нашем городе. Благодарю вас, друзья, за приглашение. С праздником Днём Музыки всех вас и с творческого вам вдохновения и истекаемого. Спасибо. Спасибо, Маша, большое. Спасибо большое. Мы должны подвести итоги нашего конкурса по разгружу билетов в Театр Драмы на Бэби-спектакль. Скажу, что варианты ответа были у нас и Валторна, и Домра, и Мандолина, и Флейта, и много-много других вариантов. А зашифровано-то была балалайка. Всё очень просто. Балалайка. Ну, и всё. Балалайку мы с вами зашифровали, и правильный ответ к нам пришёл всего один человек, чей номер телефона заканчивается на 1660. Именно ему пригласительный билетик. Ага, всё-таки пришёл правильный. Да, пришёл правильный ответик. И пригласительный билет мы в Театр на приключения Голубы Петра отдаём. Будем потихонечку подводить итоги нашего эфира. Друзья, сегодня послушали мы классную музыку, которая делается у нас на нашей псковской земле. И будем надеяться, что наши музыканты и в дальнейшем будут продолжать завоёвывать музыкальный Олимп. Всероссийский, да. Александр Робин, Валерий Гусев. Всем хороших выходных. До новых встреч в эфире. Пока.